МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 на низк он там бы каннеты ямпара мы же она дойдут урбебит тастах под и бит корней дар оттаспет он хомен барам мэтт бэв таспет нан болгон орумут тут улаленса на лактор основном бу УАР и дэбид даривинаттан тунгулу поддон обэттен помолан кэллэбит уарба патрарат Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok И мы уже помним. И мы уже помним. А это струстушка? Да, струстушка. Вот, я жду, потом мы в первую очередь и мы в тюрьме свернули, так как мы не можем. Экспериментация там. Чего ты живешь? Да, в первую очередь. квитата утром обоих да ахада обоих ну и не по независимо что но это короче то ох Маккредит Маккредит это Какие студенты? Какие студенты? Северо-восточной федеральной университет. У каждого курса студент. Химик, технология. Химик? Да. Отличные учебники? Да. Химические реакции? Химические реакции? В昨季 Oops. Помогу,ちょっと плохо. Иногда, желания, может быть. Ген, чуть плохо известно. Скорещу к Flint. Я работал пресс. Ну ends, удачи вы здесь хищ commissioner? Да. Да, хорошо, хорошо. Ну, с точки зрения науки какие-то исследования есть именно по плавкам? Ну, на самом деле, конечно, последние годы, поскольку это дело такое как бы древнее, но с другой стороны новое, то, конечно, только в последние годы стали появляться материалы. Именно по Якутии, как раз по технологиям плавки руды и формирования крещеного железа, пишет как раз Николай Николаевич Бурцев, наш региональный представитель по Союзу кузнецов России по Якутии. Вот у него есть статьи, несколько статей, которые размещены в различных научных изданиях. А в Рязани, например, восстановлением средневековых технологий занимается тоже наше региональное рязанское отделение, которое сотрудничает с лабораторией естественно научных методов Академии наук России. А вот вы как культуролог, да, то есть культура якутов, народа сахада, а вы как, вообще что-то известно вам и именно что вам? Ну, на самом деле, это, в общем-то, достаточно древняя культура. Мы знаем, что корни ее восходят еще к таким цивилизациям, как Срубная и Андроновская. То есть здесь, в общем-то, была земля обетования сарматских племен, поэтому это огромный, на самом деле, пласт культуры. Якуты, они как бы уже появились позже, наверное, сарматов как-то ассимилировались. Ну, все равно вот эти корни, они остались, потому что это видно и в символике, в орнаментах, в каких-то таких традиционных маркерах, да, культурных. Ну, в частности, даже в ювелирных украшениях, потому что, ну, во-первых, ювелир – это тоже кузнец, только который работает золотом и серебром, да, и золотокузнецами ювелиры назывались до XVIII века. И как раз ювелирные изделия являются маркерами как раз вот этих вот культурных, как бы, событий, да, или культурных миграций, например, или культурных каких-то диффузий, да, и так далее. То есть, когда несколько народов живут на одной территории, то они воспринимают культуру друг друга, и получается такая, как бы, вот, очень смешанная, интересная, и культура обогащается, да, то есть, каждого из этих народов. И поэтому это вот очень интересный процесс, который в Якутии тоже можно наблюдать. Ну, вот, кузнечное дело – это не только традиция нашего народа, это культура. Кузнецы выше стоят, чем шаманизм, получается. Ну да, кузнецы, они, да, и древние. Кузнецы, они работают со стихией, с такой стихией, как огонь, а известно, что огонь является стихией трансформации. То есть, человек, который умеет работать с огнем, он может, как бы, ну, если говорить языком шаманизма, получить доступ к верхнему миру, да, то есть, перейти… Через огонь. Да, через огонь. И, естественно, что вот эти практики, то есть, у кузнецов тоже существуют свои, как бы, такие, ну, назовем это ритуалы или какие-то такие свои сакральные практики, потому что здесь как раз на фестивале это можно наблюдать, потому что каждый из 13 команд имеет какие-то свои такие, ну, приемы, которые, с одной стороны, технологические, но с другой стороны, они именно сакральные, да. То есть, каждый кузнец вырабатывает свою такую методику подготовки к процессу плавки и к… ну, сам проводит этот процесс плавки тоже, ну, в соответствии со своим таким пониманием ситуации. Ну, на самом деле, мы знаем, что, например, в Японии, там вообще, так сказать, кузнецы перед плавкой соблютают пост, и, ну, разные есть традиции у разных народов, поэтому это неудивительно. Ну, действительно, действительно, и у буддистов, например, тоже есть, как бы, такая же традиция, да, тоже, как бы, поскольку огонь действительно является средством трансформации, и во многих религиях мира он нашел свое отражение. Ну, у якутов это очень ярко выражено сейчас, потому что мы видим много команд, да, то есть мы можем уже из этого вывести какую-то такую определенную культурную традицию. — Якутский нож вот недавно получил оригинальный патент. А вообще, как вы видите, как президент Кузнечного союза кузнецов, дальнейшее развитие нашего якутского ножа? — На самом деле, якутский нож развивается очень динамично, и за последние 10 лет очень много сделано по этому поводу, то есть есть уже целая плеяда мастеров мирового уровня, которые работают как раз и разрабатывают и дизайн, и технологические какие-то нюансы якутского ножа. Ну, я считаю, что якутский нож имеет очень большое будущее, потому что он становится не только, как бы, предметом быта, да, или каким-то орудием воина, да, но он становится таким предметом мужской настоящей культуры и является этим предметом. То есть он становится частью просто культуры якутского народа. И, кстати, у одной из команд, то есть каждая команда на фестивале, она должна иметь собственную форму. И вот очень интересно, что в одной из команд как раз в форме присутствует якутский нож, то есть пояс и на ней якутский нож. — Ну, якутский нож обязательно. — Да, да, да. Вот. Ну, то есть это сразу уже дает, как бы, определенные, ну, как сказать, уверенности, опору уже такую психологическую даже, наверное, для членов команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще маленько и будет готово. — Какой материал вам лучше подушить? — Разницы нет. Каждый материал по-своему прекрасен. И чем с ним больше работаешь, тем интереснее. Это же пластилин, только он горячий. — Ага. — Да. С него можно все создавать. Не только ножи, но и мирные вещи, так скажем. Все бытовые приборы. Это подкова. Сувенирные. — Это сей, да? — Да. — А что именно нравится в этом? — Мне в основном художественная ковка направления. — Красоту создавать? — Да. Создавать, создавать, строить. Давненько ушел. Ну, занимаюсь строительством. Не бросаю дело. Переверем в разряд хобби. Приезжаю, отдыхаю, занимаюсь. — Вы в Вякутии были раньше? — Да. На Тайфрях работал. Когда ЮКОС начинался. — А бюджетские были раньше? — Проездом. — И как? — Нормальный город, отличный. Преобразился во многом. — Старинный город наш? — Да. Старинный. Преобразился во многом. Когда был, он не такой был. — У каждого мастера, наверное, в детстве эти. Свой почерк? — Да. Это как письмо. У кого-то грубее, у кого-то интереснее по-другому. У кого-то закорючестень. Поэтому тут как прекрасно. Каждый почерк по-своему. — А как вы думаете наши мастера? В чем уникальность? — У них уникальность, понимаешь? Как сказать? Каждая народность своя по-своему уникальна. У них свой этнический уклад, понимаешь? Вот эта бытовая вся, вот эта вот. Она по-своему прекрасна. И по-другому. Кто-то хамусы делает хорошо, кто-то ножи делает хорошо. И каждый мастер в своем деле. Нету плохих. Есть уникальность у каждого мастера. У каждого человека так же. У нас же говорят, нет плохих людей. — Точно так же, да? — Да. — А материал слушает человека? — Конечно, слушает. — Заказчика чувствуете или мастера? — И мастера, и заказчика. — Вот, например. — Да. Вот сейчас будем пробивать. Берите, берите везде. Стукайте по ковалу. Бейте. Бейте. Сильнее бейте. Сильнее бейте. Сильнее бейте. — Стоп. Оп. — А подкова на счастье? — На счастье. — Да. — Еще есть какие-то значения? — Есть. Ну, это же не только на счастье. Понимаешь? Это как быт, достаток. Понимаешь? Сглаз. Намного у нее значений. У подковы. Понимаешь? Это чаша в то же время. Полнота. Все-таки как правильно вешать? Снизу... Верх рожка. Верх рожка. Она же чаша, кубок. Посмотри и продолжи. Ножка. Она всегда должна полная. А если так, прием, ну, уже чаша наполнится? Понимаешь? Это такая вещь. А, мы-то берем. Если в нем откроем. Если ты не будешь разговаривать... Берите, берите. С материалом разговаривать. Общаться. Ты никогда не передашь часть души. Понимаешь? Себя с хорошим настроением. Да. Это позитив должен быть. Все же это передается. А металл, чтобы заставить петь, это много надо. Искусство. Это же не просто так. Даже изделие сделать, если ты... Ты не сделаешь. Да, работа кузнеца тяжелая, я тебе так скажу. Ну, слабый не вывезет. И, так скажем, кузня сама определяет, кому остаться работать, кому нет. Кто будет работать, кто будет продолжать. Кому дано, кому нет. Она покажет. Это вот самая уникальность такой. Кузнец. Стоп. И вот это будет, оно ходить и ходить. Это будет всегда. Кузнец. 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 Продолжение следует... 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 Кене Сюрбеттен, Тақса Солустата, Дамас Тимиреттен, Уханан, Аңдыиду, Арас Мұныгар, 200 октяра тарған мұдтыр. Кене сақысырегер, ухысырегетам. Манна сақауыстырын кітталпыған, мастер стыбатын көрдерін опыта тастаған барын саналық. Делаю печ. Это будет газовая печ для сварки Дамаска. Конструкция уже известна в мире давным-давно. Скажем так, уже лет 15. Сначала это была такая, знаете, закрытая тема. Почему? Потому что первые печени начали делать люди в Москве. Ну, я знаю человека, который придумал, как это сделать. Но им просто зарабатывали деньги. И методом тыка, проб, ошибок, разочарований, можно сказать. Потому что не хватает 50 градусов каких-то и не сваривается металл. Ну, потом мне человек, который это делал непосредственно, он сказал, Саша, утеплителя много не бывает. Все, просто он сказал эту фразу, я понял, что нужно побольше утеплителя ложить, и тогда она будет хорошо работать, аккумулировать тепло. И тогда можно спокойно варить Дамаск. У меня был соль. А, вот это, да, да. У меня в свое время, первое время была вот такая печь, не из шамота, не из кирпича, а из шамотно-волокнистой плиты. Это кирпич шамотный. А есть шамотно-волокнистая плита. Вот она выглядит примерно вот так. Она легенькая. Но дело в том, что я работаю кузнечной сваркой. Для того, чтобы сварить металл, нужен флюс. А флюсом является бура. А бура при попадании сюда, вот на эту шамотно-волокнистую плиту, и при температуре, она ее просто проедает. Вот у меня был случай такой, что была вот такая же печь, варил металл и где-то проела, и просто туда. Но у меня еще на поде я защищал шамотно-волокнистую плиту просто листом с нержавеющей стали жаропрочной. В итоге получилось так, что проела, и плита эта у меня, ребята, расплавилась и вытекла из печи. Нержавейка, это 1430 градусов, допустим, температура плавления стали. Значит, там она была где-то полторы или сколько тысяч. Но она просто у меня вытекла. Там внутри я нашел, как голубиное яйцо, вот такой вот слиток. А здесь потекла, и получилась как композиция такая, как застывшая лава. Ну, и она у меня дома стоит просто. Сын говорит, будет классная подставка. Ну, и вот так вот получилось. Ну, действительно. То есть сегодня делаю печку, ну, а завтра будет мастер-класс, но надо все приготовить. Это для мастер-класса? Да, это для мастер-класса. Потом оставите? Ну, конечно, но я же не повезу. Если честно, ну, их уже сделал, наверное, штук 8. И в Абхазии, и в Златоусе, и в Якутии уже было такое печень. Я был уже в Камудалавском Улусе первый раз, наверное, лет 7, тому или, может быть, даже 8. Вот она до сих пор, моего товарища Александра Данилова, она работает, функционирует, то есть вопросов нет. А вот якутский нож, в чем отличие, уникальность? Вы знаете, как-то на одном из форумов, ну, был такой спор о якутских ножах. Но, как правило, те, кто сидят у компьютера, компьютерные гении, так называемые, которые его и не видели, и в руках никогда не держали, но зато у них есть версии. Вот. И начался такой разговор до якуты, они делали ножи только там из полозьев на арт, то есть они живут еще якобы там в каком-то там 2000-2000 каком-то году до нашей эры. Ну, я-то уже был в якуте, я видел, я видел этих мастеровых парней, которые трудятся. Вот, ну, я говорю, ребят, а это ничего, что еще до революции в Саха торговали металлом с японцами, с американцами, когда тут фактуры эти были какие-то. Вы об этом не знаете просто-напросто. А я видел крицы вот такие огромные в военное время, вот, но есть тут один мастер, Александр Данилов, я был в его мастерской, там лежит вот такая огромная крица. Вот они ее приперли где-то из тайги, нашли во время еще с войны. Я говорю, и то, что плавили металл и отправляли на заводы, и потом с них делали какие-то пушки или танки, очищали, ну, это ж вот, изначально это ж сырье, а люди об этом не знают. И начинается полемика. Вот, якутский нож, это такой, знаете, ну, ну, средневековье. Говорю, парни, поймите, там с ножом от маленького ребенка до старика у каждого есть ножик. Почему? Потому что старик не может мясо пожевать, он отрежет себе кусочек. И ножик этот постоянно. И чем он лучше? Да потому что это не придумал какой-то там, кто-то сидел, сидел умный в кузне, вот, нарисовал, вот это будет ножик. Это придумали люди, поколения, и оно прижилось, и работает сотнями лет уже. От мала до велика люди пользуются этими ножами, ну, так и так. Так же, как и ханты, как и на Кавказе, у них свое, свои ножи. И вот чем отличие якутского ножа, допустим, от европейского, у вас нету пяты. Пяты нету, просто как клин идет, он заходит в рукоять. У японцев так же, на Кавказе так же, а у европейцев есть пята. То есть, пята и потом перекрессия, вот так называемая гарда, вот, и толстый металл. А потом идет только спуск и на клинке. Ну, это вот отличие, скажем так. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok